Приветствую вас на канале Бурмикс. С вами дядя Миша. Друзья, сегодня хочу поделиться с вами замечательным и очень вкусным, да еще и простым в приготовлении десертом. Все очень просто. Вот ингредиенты. Давайте приготовим. Поехали! Первым делом отделяем желток от белка. Белок убираем в холодильник, а желток нам сейчас пригодится. Крахмал пересыпаем в кружку. Заливаем третью от общего количества молока. Перемешиваем, чтобы крахмал растворился. Добавляем желток и еще раз перемешиваем. Смотрите, чтобы не было комочков. Идем к плите. Ставим кастрюлю на плиту, вливаем в нее оставшееся молоко и включаем, чтобы молоко нагрелось до 50-60 градусов. Затем потихоньку добавляем молочно- крахмальную смесь, постоянно перемешивая. Всыпаем сахар и варим на слабом огне, пока крем не загустеет. На это уходит примерно 10-15 минут. Как только крем загустел, убираем его в прохладное место, чтобы он остыл. В остывший крем добавляем сливочный сыр маскарпоне. В принципе, можно использовать любой сливочный крем-сыр. И теперь при помощи миксера все это дело смешиваем. Немного перемешали, добавляем буквально 2-3 капли экстракта ванили. Можно использовать ванильный сахар. И еще раз хорошенько взбиваем. Теперь нарезаем грецкий орех. Вот таким макаром. Большой банан разрезаем пополам. Нарезаем по диагонали несколько лепестков. Они у нас пойдут для украшения. Остальной банан нарезаем кубиком. Примерно вот так. Ну и подготовим для украшения клубничку. Нарезанные грецкий орех и банан отправляем в кремовую основу и аккуратно при помощи лопатки, ну или ложки. Перемешиваем. Достаем белок из холодильника. Перекладываем его в глубокую чашу. Добавляем одну столовую ложку сахара и при помощи миксера взбиваем до устойчивых пиков. Должно получиться вот так. Ну и теперь формируем наш десерт. Выкладываем основу в креманку. Сверху выкладываем взбитый белок. Кусочки грецкого ореха. Пластинки банана и конечно же клубничку. Вот такая красота получилась. Если у вас нет креманок, можете собрать десерт в широких бокалах. У меня, допустим, это получается вот так. Красотища и вкуснотища. Зовем домочадцев. Друзья, готовьте этот сливочный десерт. Он такой воздушный, в меру сладкий, с фруктами. Просто объедение. А я с вами прощаюсь. До новых вкусных рецептов. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok